Международный информационный выпуск «Середина земли» для жителей столицы Бурятии продолжится новостями при Ангаре. О них уже готовы рассказать корреспонденты телекомпании АСТ и я Александра Кошурникова. Здравствуйте. Консервация остатков первых настоящих московских ворот в Иркутске подходит к завершению. Напомним, фрагменты фундамента арки были обнаружены в 2011 году во время ремонта теплотрассы. Московские вороты были сооружены в 1813 году в честь десятилетия, вошествия на престол Александра I и знаменовали собой торжество национального духа во время Отечественной войны 12-го года. Продолжение в сюжете Артура Харламова. Сравните уровень 2013. То есть мы еще 50 сантиметров добавили. То есть мы все время повышаем, повышаем и повышаем. Реставратор Людмила Антонова рассказывает, почему местонахождение подлинных московских ворот так долго не удавалось определить. Уровень грунта поднимался со временем и в конце концов остатки архитектурного сооружения оказались глубоко под землей. Лишь в 2011 году во время строительства теплотрассы рабочие заметили фрагмент основания арки. После того, как ученые провели все необходимые исследования, решено было то, что осталось от исторического памятника законсервировать. Старую кладку обложили обычным кирпичом. Полости между ними засыпали родным для ворот грунтом. Когда фундамент был, это значит микрофлора, это одна. Когда фундамент простоял два года под открытым небом и даже в условиях теплицы, совершенно другая микрофлора. Важно было убрать то, что агрессивно сверху, чтобы потом он пришел в то состояние влажности, беззараженности, температурно-влажностного режима. Дополнительно и фундамент, и грунт были покрыты специальным химическим составом. Обработанный таким образом объект может находиться в земле еще много лет. Возможно, в будущем будут найдены новые способы хранения для потомков – уникального архитектурного и исторического памятника. Дело в том, что методы исследования меняются непрерывно. Вот даже, скажем так, за время, которое я занимаюсь археологией, очень многое изменилось в плане фиксации материала, в плане средств фиксации материала. С тема хранения информации меняется. Как она изменится через 10 лет, наверное, четко никто не может сказать. Через десятилетия еще более никто не может сказать. Кроме фундамента, при проведении раскопок были обнаружены также булыжники. Это фрагмент мостовой, какой она была в первой половине 19 века. Каждый камень пронумерован и также готовится к консервации. В ходе раскопок археологи нашли множество исторических артефактов. Например, вот этот фрагмент кирпича. Клеймо на нем невозможно разгадать. А вот это фрагмент китайского чайного сервиза. Об этом говорит характерная форма в виде дракона. Сколько еще загадок и тайн хранить Иркутская земля? Остается только догадываться. Артур Харламов, Александр Дудин. Новости сейчас. Партии рыболовных сетей, изъятых во время рейдов сотрудников Межрайонной прокуратуры, Роспотребнадзора и иммиграционной службы по Иркутским рынкам. Всего было переплавлено более 1800 метров синтетических мононитных сетей, запрещенных к использованию на территории страны. Подробности у Дарьи Витошкиной. В этих пакетах улов за июнь и июль. Браконерские сети. Все они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов и рыбоохраны во время рейдов по Иркутским рынкам. Согласно поставлению правительства 2009 года, ввоз на территорию Российской Федерации рыболовных сетей из мононитей запрещен. В июне и июле месяце были проведены рейды по торговым точкам и рынкам города Иркутска. В результате проведенных рейдов было изъято общее количество около 2000 единиц рыболовных сетей, запрещенные к ввозу и, соответственно, к реализации. Мононитные сети предназначены для ловли стерлядей и тайменя, занесенных в Красную книгу. Если бы все они были использованы по назначению, ущерб нанесенной популяции этих рыб измерялся бы сотнями тонн. Все эти сети подлежат уничтожению, но не привычным, а более прогрессивным, экологически безопасным и экономически оправданным путем. Прокуратура и сотрудниками Ухрана было принято мера уничтожить их не путем сжигания, а с целью их переработки и изготовления специальной тары для того, чтобы передать их в администрацию города Иркутска и применить с целью применения для рассады и озеленения города Иркутска весной 2014 года. Территория заброшена с финофермы, где находится перерабатывающий комбинат. Сюда и привезли пакеты с изъятыми браконьерскими сетями. Здесь содержимое пройдет полный цикл переработки. Сначала будет отделена прозрачная часть из нейлона и полипропилена, зеленые нитки с грузами и поплавки. Все это будет дробиться отдельно и переплавляться. Полученная масса после дополнительной обработки станет основой для будущих изделий, от которых никакого вреда уже не будет. Одна только польза. В этом цеху находится 147 километров капроновых сетей. Ими можно было перегородить Байкал несколько раз. После их переработки получаются полимерные гранулы. Из них, в свою очередь, сделают такую одноразовую посуду. Дарья Витошкина, Константин Синицын. Новости сейчас.